так сегодня я хотел бы рассказать о сверхпроводимости об уникальном явлении которое может кардинально изменить мир ничего более популярного так прошу прощения ничего более популярного чем факт из школьного курса физики я не нашел и так что такое сверхпроводимость это полное исчезновение сопротивления и вот факт электрическое сопротивление характеризует способность электрического проводника препятствовать прохождение электрического тока вот насколько сильно препятствует прохождение этого тока этим заинтересовался достаточно давно многие люди интересовались и в конце позапрошлого века труды создал очень хорошую теорию которой почти все объясняла с точки зрения того как проводники проводят электрический ток вот здесь у меня показана формула труды для проводимости для проводимости сигма эта проводимость н плотность электронов проводимости масса эффективные массы электронов проводимости и тау среднее время свободного пробега электронов между столкновениями с примесями другими электронами ну или колебаниями решетки величина обратная проводимости удельные сопротивления эта величина которая не зависит от формы размеров образца а зависит только от конкретного вещества измеряется она в омах на метр и эта величина обратной проводимости если я посмотрю как зависит от температуры ключевая характеристика это обратное время свободного пробега то из теории следует что это величина определяется этими тремя вкладами следующим образом количество примесей от температуры не зависит поэтому не зависит и первый вклад в эту величину электрон электронные взаимодействия дает зависимость t в квадрате и электрон колебательный электрон фанона и взаимодействие взаимодействие с квантами колебаний решетки фанонами дает 5 ну и общая зависимость получается вот такого вида если нарисовать график зависимости то для несверхпроводящего материала получается вот такая зависимость при температуре равной нулю мы имеем некое остаточное р рону левое остаточное сопротивление и вот этим более чем сто лет назад интересовались многие люди какого каково же остаточное сопротивление у многих металлов и особенно наиболее чистых я отмечу работу голландского физика хайки камерлинга онса он в 1911 году погрузил жидкий гелий образец состоящий из ртути и изменил сопротивление выяснилось следующее что пока температура образца была выше температура гелия но около 4 градусов кельвина значит этот образец имел сопротивление при температуре около 4 градусов кельвина это сопротивление пропало и образец стал идеальным проводником никакого сопротивления и это произошло очень резко и мгновенно это было 111 лет тому назад и в прошлую пятницу я отметил эту годовщину вместе с вами ассистентами он показал следующее посмотрите вот типичный металл хороший металл платина она сопротивление этого металла при понижении температуры стремится к некоторому пределу камерлин конец тоже не искал сверхпроводимость он искал какой металл наиболее чистый и наиболее маленькое остаточное сопротивление открытие было внезапным и повергла в шок научную общественность достаточно долгое время почему полная теория этого микроскопической теории этого явления возникла только через 46 лет после этого открытия сам же хайки камерлин конец вот его лаборатория и его успехи связанные с обнаружение сверхпроводимости прежде всего связано с тем что он научился одним из первых получать жидкий гелий при очень низких температурах если посмотреть на ту зависимость которую мы с вами только что исследовали вот эта зависимость острый переход резкий переход к состоянию без сопротивления я хотел бы отметить еще следующее что для сверхпроводимости важно еще магнитные свойства в отличие от и идеального проводника а магнитные свойства заключается в эффекте который открыл валтарные снег в тридцать третьем году и это заключается в том что магнитные поля полностью выталкиваются из сверхпроводника внутри сверхпроводника магнитного поля нет или она равняется нулю с этим связано очень много фактов но об этом второй части просто мне это важно именно здесь в этой части лекции значит также мне важен следующий факт при переходе из нормального состояния сверхпроводящего состояния вот эту кривую мы с вами разбирали как меняется сопротивление удельное сопротивление она резко обращается в ноль меняется также и теплоемкость способность вещества запасать тепло и вот эта теплоемкость при критической температуре когда ты равняется tc и спорт ну испытывает скачок и потом медленно обращаются в ноль если вы сопротив если бы перехода не было то вот эта линия бы просто бы приходила в ноль пропорциональной температуре и это фазовый переход второго рода и это тоже очень важно для моего следующего рассказа так насколько распространено это явление она достаточно сильно распространено если посмотреть вот на книжечку которая опубликована 81 году то если здесь отметить сверхпроводники при обычных давлениях и высоких давлениях то достаточно много металлов элементарных металлов переходит сверхпроводящие состояния ну когда экспериментаторы научились делать еще более низкие температуры выяснилось что таких элементов гораздо больше и возникают вопросы почему некоторые элементы не переходят сверхпроводящие состояния при нормальном давлении и это отдельный вопрос потому что при высоком давлении практически все металлы все элементарные и и даже не металлы переходит сверхпроводящие состояния вот тут на этом на этой таблице менделеева это отмечено и последняя картинка которая хотел бы вам привести как что касается теоретической таблицы менделеев элементар менделеева элементарных металлов это следующее посмотрите чемпион среди элементарных металлов не обе его температура около 9 градусов кельвина это примерно 260 минус 260 63 градуса цельсия очень низкая температура но она значительно выше температуры жидкого гелия температур 4,2 кельвина поэтому эксперименты со сверхпроводимостью достаточно доступны в отличие от других экзотических металлов типа платины где критическая температура однотысячной две тысячных кельвина обращу ваше внимание на еще на что вот последняя значит таблица менделеева с производителем сайта производителя низкотемпературного оборудования квантум дизайн и здесь каждый элемент на этой в этой таблице снабжен подробной информацией какой это элемент то ли он сверхпроводник то ли он ферромагнетик ну и так далее я обращаю ваше внимание вот на эти голубые вставки все голубые элементы которые здесь представлены они сверх проводит при нормальном давлении при высоком давлении я тоже об этом буду говорить часто изменяются даже химические свойства веществ поэтому при высоком давлении многие элементы становятся сверх проводящими вот например железо при гигантском давлении 21 гигапаскаль при температуре 2 2 1 10 кельвина переходит в сверхпроводящее состояние на этом графике я отмечу только следующий факт посмотрите вот те металлы которые мы обычно используем для создания проводов проводников и так далее это медь серебро золото великолепные проводники лучшие проводники но до сих пор они не были обнаружены всех проводящем состоянии а наоборот плохие металлы они легко переходят в сверхпроводящие состояние может быть то что мешает проводить нормальным проводникам помогает и сделать сделаться сверхпроводящими интересно посмотрим удастся ли ответить нам на этот вопрос так ну и если говорить о тех людях которые стояли у истоков сверхпроводимости конечно же это первооткрыватель сверхпроводимости камерлин конос и он установил рекорд по получению нобелевской премии ему нобелевскую премию дали через два года который был перекрыт минуточку внимания значит а вот бардин у куперу и шлифферу которые создали микроскопическую теорию сверхпроводимости 57 году через 46 лет после открытия сверхпроводимости пришлось ждать целых пятнадцать лет а вот люди которые сделали прорыв в изучении сверхпроводимости я говорил что там самая высокая температура которая была достигнута к началу 80-х годов это было 23 градуса кельвина крайне низкая температура и вот алекс мюллер и его сотрудник георг беднордс исследовали проводимость материала который не является в чистом виде металлом он является керамикой и вообще говоря при высоких температурах это диэлектрик изолятор выяснилось что вот такая сложная керамика соединение куда входит лантан барий медь и кислород вот такие соединения носят название купра ты потому что основное основные свойства разворачиваются как раз в плоскостях где находится купрум и кислород вот это соединение при температуре 30 градусов кельвина стало сверхпроводящим это был шок для научной общественности самое интересное что алекс мюллер вот это восемь шестом году и ему пришлось опубликовать свою статью посмотрите цайт шрифтурфюзик восемь шестой год эту статью не взяли физрефлеттерс и летом восемь шестого года он приезжал в казань у него здесь есть хороший друг и научный соратник борис иванович кочелаев и когда они гуляли на том берегу волги на высоком берегу волги мюллер сказал кочелаеву борис я кажется открыл что-то невероятное это как раз касалось вот этого открытия следующем году мюллер приехал на кафедру теоретической физики которую я представляю и показывал нам высокотемпературную сверхпроводимость на одном из столов где сидели аспиранты до сих пор там полустертая табличка на этом столе впервые в казани было показано явление высокотемпературной сверхпроводимости так ну если посмотреть еще на эту картинку то буквально в течение года экспериментаторы начали исследовать различные соединения купраты я обращаю ваше внимание сказал что вот важно наличие меди и кислорода вот эти плоскости в элементарной ячейке этого вещества именно эти плоскости отвечает за сверхпроводящие свойства этого соединения и наиболее хорошим сверхпроводником является вот соединение и 3 барий 2 купрум 3 о 7 и по первым именам элементов это словосочетание получила ипку 1 2 3 вот это ипку именно тот то соединение которое сейчас используется в практике для создания сверхпроводящих силовых кабелей проводов в кавычках я так назову потому что там провода из керамики трудно сделать это отдельная технологическая задача которую успешно решают практики с другой стороны значит вот я говорил о том что алекс мюллер большой друг казани и нашей кафедры вот борис иванович качилаев вот алекс мюллер это 91 год практически там каждые два года приезжал в казань и что-нибудь нам интересное показывал или рассказывал справа покорный слуга который сейчас нам рассказывает о сверхпроводимости это было давно 31 год назад хорошее было время так но еще раз давайте посмотрим вот на на эти соединения значит беднордс и мюллер открыли восемь шестом году вот этот вот соединение лантан барри купер мучит или восемь седьмом году значит открыли соединение ипку в университете алабама это сделали и самое интересное и с точки зрения вот людей многие экспериментаторы особенно химики полезли свои лабораторные столы и обнаружили следующее что соединение похожие или вот как в этом случае клод мишель и бернард рово из университета каена франция изготовили этот пировский четырьмя годами раньше вот этот ипку ну не охлаждали образцы когда они его охладили после того как возникло в тсп когда они узнали про это они поняли что они потеряли нобелевскую премию обидно обидно но еще более интересный факт из того как может быть обидно ученым это уже наши ученые шаплыгин кахан и лазарев из института органической общей и неорганической химии всем своим году измеряли сопротивление соединений лантан какой-то металл купром а4 посмотрите здесь вот несколько таких соединений 30 38 60 барий стронций у них было много разных металлов в том числе и барий стронций я не знаю был или нет и они до температуры жидкого азота 77 градусов кельвина аккуратно проверили сопротивление всех этих образцов не нашли сверхпроводимость более того они договорились с друзьями из института физических проблем им разрешили померить три образца они выбрали висмут и еще два металла бария там не было все нобелевская премия у них так и осталось в лабораторном столе так вот если посмотреть на соответствующие образцы они достаточно большие могут быть сделаны вот порядка нескольких сантиметров ибку при температуре 92 градусов кельвина он переходит в сверхпроводящие состояние так если говорить о высокотемпературной сверхпроводимости можно сказать следующее значит посмотрите и классификация обычно классификация сверхпроводников по отношению к температуре исторически сложилось так что то что что выше 30 градусов кельвина это кстати я прошу прощения загрузилась не та не последняя версия презентации вот тут я букву к вставил еще вставил ну ладно то что уже 30 градусов кельвина значит и считается высокотемпературным низкотемпературный то что ниже 30 градусов кельвина на самом деле с точки зрения технологии вот практики считают что если выше температура кипения азота то это можно использовать охлаждение азотом и это настоящий высокотемпературный сверхпроводники а низкотемпературный соответственно так тут я еще написал про комнатные сверхпроводники комнатные сверхпроводники это голубая мечта теоретиков и розовая мечта экспериментаторов это сверхпроводимость при комнатной температуре ну примерно 20 градусов кельвина ну наиболее ретивые считают что уже 15 градусов кельвина хватит то есть при этой температуре люди в комнатах живут хотя я тут вспоминаю своего коллегу который окончил нашу кафедру 90-е годы Егора Шарина он работает в Якутии я ему говорю у тебя самые лучшие условия для наблюдения комнатной сверхпроводимости зимой открываешь окошко у тебя там минус 60-70 и пожалуйста наилучшие условия так если говорить о высокотемпературной сверхпроводимости значит достаточно много веществ которые этой этому условию выше 30 градусов кельвина обладают отмечу здесь особое соединение магний бор 2 деборит магния он в отличие от других высокотемпературных сверхпроводников попадает под теорию Бардина-Купера-Шеллифера и обладает очень хорошими свойствами как металл из него можно делать провода из него у него очень хорошее критическое магнитное поле высокое у него высокие критические токи которые разрушают сверхпроводимость поэтому мечта экспериментатора значит получить соединение подобные магний бор 2 при температуре выше азота но другие соединения значит я тоже отмечу отдельно отдельно отмечу значит вот эти два соединения особенно вот соединение с артутью которые представлены ртуть барий кальций купрум о все это купраты кроме этого значит сверхпроводимость наблюдалось в соединении где меди не было тоже высокотемпературность сопроводимость в соединениях где-то меди не было и так называемые железосодержащие соединения или паниктиды и значит в соединение халькогениц железа феррумсилен достаточно высокие температуры были достигнуты но эти свещества не обладают столь хорошими практическими свойствами как скажем магний бор 2 у него единственная проблема температуры перехода около 40 градусов кельвина ну и ибку которая нарисована здесь так что еще здесь можно сказать это касается то есть вот одного из соединений которое там было показано и вот один миллиметр образец проект 1 миллиметра отмечу что чемпиона по критической температуре среди веществ или соединений при нормальном давлении вырастили российские химики антипов и путилин и температура критическая вот этого соединения с артутью 130 купрата с артутью 138 градусов кельвина при давлении 26 килобар давление температура повышается до 160 градусов кельвина так ну соединения самые разные буквально вот два года назад возникли так называемые никелаты соединение вот я говорил что плоскость купром играет большую роль теоретически было показано что если медь заменить на никель и вместо купрата взять никелаты то в них возможно появление сверхпроводимости эту сверхпроводимость искали долго и нашли вот в девятнадцатом году так отдельные вопросы отдельные песни про гонические сверхпроводники здесь выращены самые короткие сверхпроводники буквально один-два нанометра это несколько буквально одна длинная органическая молекула сверхпроводящая так ну и несколько слов по поводу углерода и его производных и модификаций ну известная значит следующие модификации которые мы с вами хорошо представляем сажу графит который находится в карандаше ну и алмаз наверное многие видели в ювелирных магазинах ну или что-то резали им стекло или очень твердый металл вот были открыты многие разновидности я отметил здесь вот таким вот цветом голубеньким те модификации которые становятся сверхпроводимыми значит в том числе и алмаз но вот штрихованные пунктиру пунктирные линии обозначает то что это элементы или соединения допированные другими элементами то есть туда внедрены еще другие элементы в алмаз бор например фуллерен тоже например водород туда подсоединяет но тем не менее были созданы одномерные однословные многослойные углеродные нанотрубки и вот они сверхпроводят унт сокращенно вот однослойная трубка многослойная трубка соответствующая это картинка из википедии бою и большое спасибо за то что она снабжает популярными фактами но я хотел бы рассказать об графине потому что именно там в последние годы самое большое движение очень много открытий графин оказался очень увлекательным для исследования и очень благодарным в смысле результатов материала что такое графин графин это плоская модификация углерода вот это одноатомная плоскость состоящие из атомов углерода которые стоят в углах шести таких сот шестиугольных это есть графин вот из этого графина можно выделить детали из которой можно слепить шарик фуллерен или нанотрубку вот углеродную нанотрубку а если я разделю и выстрою столбцом то я получу обычный графит собственно стрелка в обратном направлении покажет как этот графин впервые получали взяли графитовый образец и с помощью обычного скотча начали отсоединять плоскость за плоскостью в конце концов они получили достаточно андрей гейм наши соотечественники новоселов ну у гейма английское гражданство у новоселова российское значит вот они что сделали вот путем вот путем такого отклеивания послойного отклеивания они достигли того что образовался некий ну неоднородный слой переменной толщины где они нашли область достаточно большую где существовал только один слой этого материала графена это привело к тому что м достаточно быстро открыли они в четвертом году в десятом году им дали нобелевскую премию но здесь сверхпроводимости никакой нет сверхпроводимость появляется чуть позже это на следующем графике вот я его отметил что сверхпроводимость появляется это так называемые муаровые графены это двухслойный графен то есть один слой графена положен на другой слой графена и муар это такая ткань которая использовалась модниками в прошлом и даже в позапрошлом веке она переливается под естественным и светом свечей или электрическим светом а муар образуется когда я две сетки накладываю друг на друга и вот совпадение вращения их друг относительно друга образует разные симметрии этого узора вот вот этот муар который образован наложением двух слоев этот муаровый графен при магическом угле становится сверхпроводящим это двуслойка вот посмотрите значит угол крайне маленький 1,7 1,1 градуса тут градусы тут градусы но они разные градусы я не буду рассказывать анекдот когда эти градусы путали значит и температура достаточно низкая 1,7 кельвина вот посмотрите как это так картинка должна вообще двигаться ну не двигается ладно так эти же авторы которые харель и соавторы буквально в прошлом году сделали следующее они сделали три слоя и вращали средний слой относительно двух других и обнаружили следующее температура повысилась корень из двух раз что соответствует теории корень из двух не случайно получается и замечательный факт неожиданно высокое критическое магнитное поле который разрушает сверхпроводимость 10 тесла это 100000 гаусс очень высокая температура и наблюдали еще возвратную сверхпроводимость когда они увеличили магнитное поле у них при определенных условиях сверхпроводимость исчезала то появлялась вновь так ну вот здесь картинка работает но это уже трехслойный графен и трехслойный муар видите меняется конфигурация меняется симметрия вот этой вот картинки на платье модницы это очень красиво так если говорить о соединениях то вот на заре появление высокотемпературной сверхпроводимости которая не подчинялась теории Бардина Купера и Шлиффера вы заметили такой факт чем значит проще значит тем ниже температура тем проще структура вещества элементарные вещества вот свинец 7,2 кельвина а вот соединение вот такого сорта то есть уже там 92 градуса кельвина если нарисовать отложить график успехов достижения веществ с более высокой критической температуры от года когда этот успех достигнут можно получить вот такую вот картинку эта картинка кончается 2010 году я покажу более свежим не просто эта картинка нужна для небольшой иллюстрации значит вот здесь у нас хайке камерлин конес который открыл на ртути этот эффект обращающего внимание что рекорд достигнутый ну где-то в 93 году тоже соединение ртути значит от ртути до ртути практически причем это все при нормальном давлении так если я здесь приведу еще вот такую линию прямую линию значит то до 80-х годов ожидалось что где-то по десятам доли градусов год будет повышаться этот рекорд чтобы достигнуть десятому году ну примерно 30 градусов это температура жидкого неона но открытие высокотемпературных купратов мюллер и беднордс а также открытие джуна акимутсо депогида магния магний бор 2 значит и открытие хидео хасона который открыл железосодержащие сверхпроводники это буквально вот на протяжении там семи лет начиная с третьего 2003 года по 2010 год вот это все происходило но тут интересен факт тоже следующее это если исторически говорить вот статья джуна акимутсо который в 2001 году открыл магний бор 2 сверхпроводимость что он хороший материал он бакаша материал он подчиняется теория которую сделали эти три автора но вот его структуру он простой материал вот критическая температура падает нуля при температуре 39 градусов кельмена опять сделаем исторический экскурс в прошлое благодаря игорю мазину который вот я недавно смотрел его доклад и вот он там вот это раскопал смотрите что статья робинзона свифта и дэвида уайта 1957 год американский журнал химический журнал что они исследовали низкотемпературную теплоемкость соединений магния и бора в том числе магний бор 2 вот их статья и значит компьютеров тогда не было они данные записывали в лабораторную тетрадь и вот то что они опубликовали здесь у нас показана средняя температура и соответственно значение теплоемкости для того чтобы рисовать графики это вот рассказал как раз игорь мазин в те годы нанимали специальных девушек которые на кульманах с помощью значит переносили вот эти значения значит на бумагу и рисовали графики вот я что сделал я перенес эти вот данные вплоть до 57 градусов кельвина перенес в таблицу и что я увидел вслед за игорем мазином но это факт уже давно известен и до игоря мазина посмотрите вот низкотемпературная часть вот высокотемпературная часть если я их продолжу то видно что при температуре 39 градусов кельвина имеется небольшой скачок теплоемкости значит это фазовый переход а не хочется померить вот тут вот сопротивление при температуре жидкого гелия это нобелевская премия что бы было тогда представляете к этому моменту это 57 год у нас самая высокая критическая температура порядка 18 градусов кельвина не обе 3 олова и тут гениальное открытие свифта и уайта ба-бах это не то что нобелевская премия это прорыв в будущее еще раз мы говорим о том что магний бор 2 это хороший сверхпроводник который подчиняется теории бакаша который к этому моменту была разработана в том же самом году вот если я нарисую этот график конечно жалко товарищи свифта и уайта но двигаемся дальше вот современная картинка достижений высокотемпературной сверхпроводимости отмечу значит вот эту линию сверхпроводников которые подчиняются теории бакаша остальные необычные сверхпроводники он конвеншал их теория далека от построения многое ясно многое понятно но точка не поставлена отмечу вот говорили про углерода значит вот эти вот углеродные трубки вот биллер карбоновый графен вот три трехслойный графен отмечу железосодержащие ну что еще магний бор 2 вот рекорд сверхпроводимости при обычных температурах а вот тут отдельно еще поговорю при достижении сверхпроводимости при высоких давлениях вот если этот образец поместить в камеру при 30 гигапаскале то я увижу что температура подскочит градусов на 10 кельвина критическая температура дальше больше дальше началась вот начиная с 15-го года исторической работы большого коллектива во главе которого стояли еремец и дроздов наши соотечественники которые работают в германии вот они обнаружили что очень дурно пахнущего вещества сероводорода при температуре ну порядка 200 градусов кельвина выше значит здесь не указано выше ну порядка 200 градусов кельвина и при гигантском давлении сравнимым с давлением внутри земли возникает сверхпроводимость вот про это мы отдельно поговорим и рекорд который сейчас достигнут это 15 градусов цельсия при давлении 270 г паскалей гигантское давление но тем не менее это интересно и это вещество опять же гидрид серы тут x либо двоечка либо троечка в присутствии углерода так ну смотрим дальше рекорд холода на земле достигнут в антарктиде и померен на станции восток значит вот этот рекорд про который я говорил так вот эту картинку мы уже видели поэтому я ее пропущу я просто покажу значит температуру бинарных то есть соединение двух веществ с с водородом вот тут нарисованы значит предсказанные температуры для этих бинарных веществ причем удивительно следующее значит при высоких давлениях меняются химические свойства и например там уже меняются валентности достаточно сильно и соединение выглядит очень экзотически которые невозможно достичь при обычных давлениях вот и в том числе есть те предсказания которые экспериментально были подтверждены ну большую роль здесь сыграл наш коллега из сколково и московского физтех он долго время работал за рубежом артем уганов и он с помощью своей программы которая называется успех с группы сотрудников в принципе многое что рассчитал вот некоторые его предсказания были его же экспериментальной группой подтверждены вот например то ли водород 10 критической температуры 160 градусов кельвина предсказано в семнадцатом году через год синтезировано и оказалось сверхпроводящим гидрид и 3 тоже вот торе стоит где-то здесь вот есть и 3 сейчас вот тоже было предсказано я просто сверхпроводимость гидридов тесно связано с таблицами менделеева с химическими свойствами если их перегруппировать по менделеевским числам то вот эти предсказания уже для тройных гидридов вот такого сорта они вот образуются в левом нижнем углу вот это где-то натрий находится и эта температура порядка 350 градусов кельвина при желании можно зайти на сайт его команды успех team и эта программа выставлена для широкого пользования и попытаться исследовать некие свойства посчитать там нужно можно зарегистрироваться и поработать но в частности вот тот то что сделал еремец и дроздов с отоварищем вот они теоретически потом подтвердили то что значит вот это соединение сероводород нас превращается значит соединение с где у нас уже три водорода именно это соединение становится сверхпроводящим при высоком давлении вот как это выглядит в натуре образец сероводорода сульфидоводорода значит находится между двух алмазных наковаленок он очень маленький к нему подведены соответствующие еще более мелкие проводки чтобы мерить свойства и магнитные свойства чтобы можно было мерить и вот они значит измерили это и получили значит температуру как я уже говорил около 200 градусов кельвина 203 градуса кельвина при гигантском давлении который соответствует давлению в центре земли в восемнадцатом году этот рекорд был побед дважды ну 1 действительно это было достигнуто причем двумя группами одна группа это еремец дроздов со товарищей а другая группа сейчас я покажу кто это сделал еремец и дроздова 250 градусов кельвина было а вот у индийцев их предсказания на на структурированного серебра оказалось очень трудным для подтверждения считается что вот это сейчас не заслуживающий внимание факт это часто бывает вот в таких областях физики где мы работаем на на переднем крае этой битвы в частности за высокие температуры ну и в двадцатом году вот добавление серы углерода гидрид серы значит 15 градусов цельсия давайте быстро посмотрим значит вот это лантан водород 10 работа значит хемли и его группы и вот работа значит комнатная температура при 15 градусов кельвина сверхпродимость достигнута в гидриде серы присутствие углерода ну если быстро посмотреть значит меня интересует следующее значит вот эта температура 287 градусов кельвина это 15 градусов цельсия и давление 267 гигапаскаль они сняли очень много графиков опубликовано в очень престижном журнале неча вот самая высокая критическая температура при давлении 267 при более низком давлении 174 температура падает ниже 200 градусов кельвина и вот их график разных соединений при разных давлениях и вот эта комнатная температура 15 градусов кельвина значит у них эта комнатная температура как я уже говорил для тройных гидридов температура вплоть до 200 градусов цельсия может быть уже предсказывается так если говорить о людях которые вот эти успехи достигали то начиная с камерлинг он из а значит который показал сверх проводимость простом металле и получил нобелевскую премию через два года после открытия значит я должен был отметить вот у волтера волтера мейснера он что сделал он показал что экспериментально что магнитное поле выталкивается из сверхпроводника и это сверхпроводник может парить на 2 над магнитом то есть так называемая магнитную левитацию который сорок пятом году советский ученый кравцов по моему повторил вот он был шесть раз номинирован на нобелевскую премию нобелевскую премию не дали братья фриц и хайнс лондон и сделали первую теорию сверхпроводимости она была феноменологическая основана на экспериментальных фактах не очень удачная с точки зрения приложения много чего не объясняла но тем не менее это первая теория фриц был пять раз номинирован на нобелевскую премию хайнс один раз и фриц в том числе и по химии но премию не получили важный факт для того чтобы позже бардин купер и шлифер построили свою теорию сверхпроводимости это вот достижение фрёлихема максвеллом экспериментально следующего изотопного эффекта они показали что критическая температура у образцов образца металла который идентичны друг другу но различается только массами ядер то есть это одинаковые элементы ядра разные массы разные этих ядер так вот оказывается критическая температура была функции от массы ядра это означает что ядра как-то вовлечены возникновение сверхпроводимости движение этих ядер и позже это было блестяще доказано купером и бардин им и шлифером смотрите дальше значит пятом году пятидесятом году значит гиттсбург и ландау создали свою феномологическую теорию которую лишена недостатков теории лондонов ну и они получили доберскую премию с 1862 году сразу после аварии автомобильный ландау получил и гинсбург в 2003 году когда он сказал свою знаменитую фразу для того чтобы получить нобелевскую премию физики должны жить долго ну очевидно надо что-то еще и важное сделать так ну и бардин купер шлифер теория бы каша которая вот на основе этого изотопного эффекта и вот удалось им связать несоединимое среди не а именно два электрона воды в один объект об этом чуть позже так в сеть м году также была сделана работа на основе теории гинсбурга ландау учеником ландау алексей чем облил косовым который показал что магнитное поле может проникать сверхпроводник и предсказал как это может это как это проникновение может осуществиться создается такая вихревая решетка я тоже про это буду говорить очень обидно для николай николаевича боголюбова выдающего советского физико-теоретика основателя теоретической лаборатории объединенных института ядерных исследований он много чего сделал он сделал независимую микроскопическую теорию сверхпроводимости независимо от бардена купер и шлифера опубликовал но на полгода позже все лавры бардену куперу шлиферов но и нобелевскую премию дают только троим если вы заметили на людской премии по физике если вы следите за этим то есть если вы примеряете на себя это то значит больше трех не дает боголёвов совершил много разнообразных успехов и достижений достиг успехов и достижений в разных областях теория твердого тела неупоязычных сред статистической физики но и девять раз был номинирован на нобелевскую премию премию не дали так шестидесятые годы его живая открыл туннельный эффект это переход сверхпроводников из одного сверхпроводника в другой сверхпроводник через какое-то какое-то пустое место или место которое занято диэлектриком а на основе этого туннельного эффекта брайан дэвид джозефсен в 62 году и это тоже как бы очень интересный факт потому что здесь ему было всего 22 года в 22 года аспирант кембридского университета написал статью где предсказал два эффекта которые получили его имя об этом я тоже были подробно чуть позже и но это один из самых юных нобелевских фулиатов он получил в 33 года нобелевскую премию александр фёдорович андреев предсказал андреевское отражение фрэнк франк стеглях из германии приказа предсказал сверхпроводимость так называемых тяжело фермионных соединениях очень низкая температура беднорцы и мюллер восемь шестом году мы про это говорили открыли сверхпроводимость купратах максимально температура 135 кельвина и побит рекорд хайке а наса камерлинга у нас они получили новинской премии уже на следующий год так джуна кимутсу 2001 год прошу прощения хидео хасона в 2008 год и 2015 год дроздов и еремец так если говорить о свойствах сверхпроводников то конечно же самое главное это отношение к температуре и к магнитному полю вот представлена фазовая диаграмма сверхпроводника первого рода и если я сейчас буду двигаться из сверхпроводящего состояния состояние мейснера где у меня сверхпроводник помещены в магнитное поле и магнитное поле не попадает внутри сверхпроводника выталкивается если я перехожу повышая температуру в нормальный металл или мы я могу перейти из состояния сверхпроводящего в нормальное состояние повышая магнитное поле это и другое возможно в нормальном состоянии нормальном состоянии сверх в отличие от сверхпроводника нормальный нормальный металл магнитное поле проникает однородным образом и это яркое отличие сверх проводящих свойств от свойств нормальных сверх руководников нормальных проводников так в принципе сверхпроводимость первого рода можно вот пояснить вот на этой картинке посмотрите внимательно я тут привел следуя книжке гинсбурга и андрюшина значит вот такую картинку пусть у меня и имеется сверхпроводник это граница значит сверхпроводника вне сверхпроводника есть магнитное поле вот она b нулевое и это магнитное поле проникает сверхпроводник на очень маленькое расстояние так называемую глубину проникновения лондонов лямбда и самое интересное что происходит с током на это магнитное поле вызывает сверхпроводящие токи которые тоже находится вблизи границы и токи также падают плотность тока величина тока также падают при удалении от границы когда я пропускаю сверх через сверхпроводник первого рода ток тот ток проходит вблизи границы внутри сверхпроводника не тока не магнитного поля нет это большие сложности для использования сверхпроводников практическом практических принял приложениях вот но это другая картинка того же самого ну и если вот говорить о магнитном поле то нормальный металл значит помещенный шарик из магнитно из нормального металла помещенные магнитное поле также возникают токи которые препятствуют проникновению магнитного поля внутрь сверхпроводника но они быстро затухают эти токи поскольку сопротивление отлично от нуля и через какое-то время релаксации очень короткое время релаксации магнитное поле проникает внутрь обычного сверхпроводника это не так для сверхпроводника первого рода посмотрите если нормальный металл охлаждаю до сверху состоянии сверхпроводимости помещаю магнитное поле вот эффект мейснера убираю магнитное поле проводник остается сверхпроводящим магнитное поле исчезает и либо я здесь действую по-другому сначала магнитное поле потом некая релаксации и магнитное поле по попадает нормальный металл потом охлаждаю и опять происходит выталкивание и потом при убирании магнитного поля чистый сверхпроводник для чего я это вам показываю есть еще одна картинка которую можно представить таким образом вот если мы создадим некий идеальный проводник у которого сопротивление равняется нулю это не сверхпроводник а проводник у которая только сопротивление равняется нулю вот если это не сверхпроводник а вот такой идеальный серфа ником написано буковки а взяла кондактор вот то что происходит посмотрите если я его охлаждаю получаю идеальность идеальную проводимость помещая магнитное поле в нечто похожее на эффект мейснера убираю магнитное поле значит у меня тоже как бы идеальный сверх идеальный проводник реализуется но если я сначала помещаю в магнитное поле а потом охлаждаю то магнитное поле как бы в мерзает в этот идеальный проводник и после того как я лучше магнитное поле у меня получается некий постоянный магнит вот это отличие идеального проводника от сверхпроводника в том смысле который мы слова сверхпроводник применяем ну такое поведение пока нигде не наблюдалось идеальных проводников нет но сверхпроводимость существует так сверхпроводники второго рода здесь два критических поля два критических поля c1 и c2 соответственно и при переходе значит от состояния 1 состояние 2 вот это вот магнитное поле проникает внутрь сверхпроводника виде вихрей образуется вихревое состояние и это вихревое состояние предсказал алексей алексеевич аблюкосов если значит посмотреть почему это образует свой сверхпроводник первого рода посмотрите что происходит магнитное поле падает на глубине проникновения лондона а вот плотность их проводящих пар падает медленно поэтому у меня происходит следующее магнитное поле не существует внутри сверхпроводника эффект мейснера вот если вы соотношение между этими двумя величинами лямбда и кси было бы другим я получил бы сверхпроводник второго рода и действительно как показал абрикосов если я вложу вот такие условия посмотрите у меня существует одновременно в сверхпроводнике и сверхпроводящие пары сверхпроводящие электроны и магнитное поле так называемые промежуточные состояния если лямбда глубина проникновения больше чем длина корреляции между сверхпроводящими состояниями открыто это промежуточное состояние экспериментально было еще в тридцать пятом году а значит всем году абрикосов предсказал возникновение вихревой решетки что такое вихревая решетка давайте посмотрим значит вот эта зависимость магнитного поля для намагниченность от магнитного поля и магнитный индукции от магнитного поля магнитная индукция внутри сверхпроводника равняется нулю сверхпроводник первого рода магнитная индукция внутри сверхпроводника равняется нулю до критического поля потом она постепенно появляется до критического поля 2 и вот критические проводники второго рода более хороши для практических применений гораздо более высокие критические поля гораздо более высокие критические токи их можно использовать в практических приложениях более того сейчас мы увидим что еще экспериментаторы и практики специально портят вещества для того чтобы они стали лучше давайте посмотрим что к чему значит вот реальный факт вот сверхпроводник вот нормальный металл который приходит сверхпроводник состояния и то чтоб магнитное поле проникает внутрь сверхпроводника реализуется виде вот такой вот решетки вихрей вот каждый из этих вот черных точек это выход вихря чем хороший тут еще вихрь не хороша чем и так чем он известен что чем он характеризуется то что в каждой вихрь у меня попадает только один квант магнитного потока чем сильнее магнитное поле тем больше вихрей тем больше этих квантов магнитного потока если говорить о опять же о людях которые вот это делали последние достижения лев ландау виталий гинсбург алексей обликосов которые получили нобелевские племию 2003 году опять я приведу фотографию алексея алексеевича обликосова вот он стоит в центре это опять же автор этого доклада и тут просто интересная картинка вот смотрите значит роста алексея алексеевича а рядом стоит человек с фамилией косов обликосов косов тоже а а только александр александрович ну и гораздо более внушительных размеров не все определяется размером хотя саша косов конечно тоже очень хороший человек и очень хороший ученый был к сожалению так вот вихревая сверхрешетка это очень похоже на торнадо вот если я нарисовать вот такой вот торнадо и вот такой вот сердцевину этого торнадо кор как говорят в сверхпроводнике вот этот нормально вот сердцевина вихря это некая можно представить как некую трубочку состоящую из нормального металла вот внутри этой трубочки сверхпроводимость пропадает здесь нормальный металл и магнитное поле проникает внутрь здесь тоже самое но эти вихри начинают взаимодействовать между собой по обычным магнитным законам вот у меня значит вокруг этого вихря чтобы компенсировать его проникновение в сверхпроводник возникают кольцевые токи кольцевые токи по закону буравчика вот они препятствуют проникновение магнитного поля из вот этого кора из этого сезать сердцевину туда вовне но они начинают взаимодействие между собой возникают силу лоренца вот картинка как бы крупно приведена 3 уголь так она раз и они расталкиваются между собой они бы убежали далеко друг от друга если бы не было других вихрей которые тоже отталкивают эти вихри друг от друга поэтому они стабилизируются виде треугольной решетки все они отталкиваются друг от друга им удобно энергетически выгодно образовать треугольную решетку вот интересно отметить следующее посмотрите вот если я приложу ток сверхпроводнику второго рода то эти вихри начнут двигаться в магнитном поле вот получается так магнитное поле направлено вверх ток направлен вдоль сверхпроводника а а вот вправо начинают двигаться эти вихри и это плохо для практики потому что эти вихри начинают рассеивать энергию тепловую энергию и всех проводники возникает вот эти движущиеся вихри вихревая решетка которая создает сопротивление в конечном итоге уменьшает ток но эти вихри можно зафиксировать а к сожалению одиночные вот дефекты которые попадаются в любом образце не препятствуют движению вихрей не начинают вот так изгибаться и двигаться а вот линейные дефекты или плоские дефекты они фиксируют вихре на месте поэтому для практических вещей используют грязные сверхпроводники да еще и с дефектами чтобы повысить критический ток и критическую значение магнитного поля вот значит посмотрите пожалуйста за симуляцией вот как двигаются вихре на 1 картинка меня магнитное поле выходит из сверхпроводника отток направлен вверх а вот вторая картинка значит магнитное поле вверх сверх отток направлен в ту сторону вот точки которые здесь представлены это как раз дефекты точные вот такое вот движение этих вихрей и она реально есть она и реально существует это моделирование так вот тоже красивая картинка проникновение магнитного потока магний бор 2 при температуре 5 градусов кельвина так ну а теперь про эффект мейснера значит левитация магнита над в тсп образцом погруженном жуткий же в жидкий азот давайте посмотрим некую некое видео вы посмотрите это костяшки домино и здесь я отметил значит сверхпроводящую керамику и пку вот здесь стоит и вот стоит достаточно большие образцы вот 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 образец натуральную величину и и этот ипку как уже говорилось был сделан в университете алабама сейчас здесь будет показано его творцы осборн и в восемьдесятсям году если мы охладим этот образец он период сверхпроводящего состояния температура перехода 92 градуса кельвина или 184 минус 184 градуса цельсия жидкий азот минус 196 градусов цельсия поэтому если мы сейчас сделаем следующее значит мы погрузим вот этот сверхпроводник в некую кювету из пенопласта и разместить нальем тут положим еще один пенопласт и на него положим сильный неодимовый магнит что произойдет значит вот сейчас он перешел сверхсостояние аккуратненько вынимаем подложку и вот вам гроб магомета летающий гроб магомета или магнитная левитация давайте более подробно это посмотрим посмотрите что получается происходит захват магнитного потока сверхпроводником и возникает не только отталк выталкивание сверх проводил вот посмотрите и сверхпроводника выталкиваются линии силовые силовые линии магнит потока и происходит некое такое захватывание образуется что-то вроде магнитной подвески сейчас возьму за магнит то я могу поднять сверхпроводник и он будет вот таким образом как магнитная подвеска перемещаться в пространстве ну недалеко и недолго до тех пор пока температура еще температура сверхпроводника ниже критической температуры можно создать шарикоподшипники без давления посмотрите что без без трения вот это движение будет достаточно долго если я возьму вот такой вот образец то есть он тоже будет достаточно долго стоить и вот посмотрите сейчас на такой вот образец человек который проводит этот опыт поставит 3 литровую банку варенье вполне посильно для сверхпроводника и магнита ну и естественно здесь показаны возможности сверхпроводимости это парение это левитация магнитная левитация сокращенно маг лев и применение сверхпроводимости вот это маг лев поезда и применение конечно же в разных сферах жизни так смотрим дальше ну вот тут я опять же привожу картинку себя значит на конференции низких температур я сам парил над сверхпроводником который заключен вот я стою на большом магните для чего у меня вот руки раскинуты значит меня закрутили и потом сказали вот так вот руки сделай но я знаю что будет я очень аккуратненько начал руки сближать головая скорость сильно повысилась и я еле успел схватиться вот вот видите там рядом есть перехватился то есть и схватился вот не упал и слава богу так ну а теперь зададите вопросом что же связывает электроны в пару какой клей связывает электроны в пару давайте посмотрим очень быстро на движение электронов кристаллической решетки это электроны они здесь гораздо больше чем на самом деле а это ионы положительно завяженные частицы в основном ядра составляют массу этого иона и вот они отличаются тем что они завяжены по-разному электроны отрицательно и он и положительно и тогда что я получаю тогда я получаю следующее значит давайте следующая картинка я покажу вот электрон прилетая среди ионов он в силу клонского взаимодействия сдвигает эти кулоны они сдвигают эти ядра возникает деформация они сдвигаются от точек равновесия возникают колебания этих атомов колебания атомов и поэтому сгущение этих атомов сгущение атомов это означает положительной полигизации это вот этой части другой электрон который летит навстречу этому может почувствовать этот это сгущение и притянется к этому сгущению таким образом реализуется вот на пальцах это не совсем верная такая механическая картина но она работает чтобы представить как это работает вот возникает эффективное взаимодействие между одним электроном и другим электроном они соединяются значит таким образом образуется вот такое эффективное взаимодействие через поле колебаний решетки через фаноны называют эти колебания решетки и эти электроны значит образует пару у этой пары интересные свойства первых это пара образует некую квази частицу который имеет размер порядка сотен размеров решетки постоянных решетки первое второе и и заряд этой пары 2 заряда электрона экспериментально было доказано что сверхпроводнике ток переносится частицами зарядами 2 заряда электрона вот и это куперская пара начинает двигаться без рассеяния на примесях без рассеяния на других электронах и без рассеяния на фанонах это все показано это куперовская пара которая возникает ее можно экспериментовать так вот чисто механически представить так вот нас какая-то упругая мембрана я бросаю два тяжелых шагика и в конце концов они свариваются в единую ямочку соединяются вместе возникает такое эффективное упругое взаимодействие такая механическая картина спали электронов с различными значит электроны спариваются или электроны образуют пары не только значит обладая следующим свойством они летят в разные стороны но еще они обладают различными спинами что такое спин спин это механический момент вращения микрочастицы с этим механическим моментом поскольку частица заряжена связан магнитный момент и вот спин элементарный спин электрона 1 2 поэтому это попадает опять слова конечно не научно популярны попадает по статистику ферми они являются фермионами а главное то что два фермиона не могут находиться в одном состоянии одновременно в отличие это любые частицы где спин полу целый фермионы а вот если у меня частица с целым спином это бозоны другая статистика и там сколько угодно частиц может быть находиться в одном состоянии и вот если я спалились два электрона образовали пару вот таким вот образом у них разные спины полный спин равен нулю это бозон это означает что образуется такое макроскопическое состояние которое обладает одними теми же свойствами они все делаю и двигаются коррелировано одновременно синхронно это можно увидеть значит на следующих графиков это предсказание параметра порядка значит по теории вот такая должна быть кривая и вот и ее воспроизведение экспериментально не обе и тантал олова идеальное совпадение ну и здесь раз у нас есть как бы спины значит конечно аналогия со спинами танцоров которые двигаются рядом друг другом и спины которых направлены в разную сторону вот этот танго этих электронов которые вращаются в разную сторону и и спина направлена в разную сторону и они без сопротивления могут двигаться в пространстве сверхпроводника и выталкивать магнитное поле так контраст между нормально сирополечное состояние легко представить вот на следующей картинке вот толпа не упорядоченная толпа а если я представлю себе значит движение марширующих солдат то это как раз движение вот этих вот бозонов коррелированные движения согласованные движения так очень коротко значит про эффект джозефсона джозефсон показал следующий в 72 году значит вот эта куперовская пара пара электронов может проникать и сверхпроводящие электроны могут пересел проникать из одного сверхпроводника в другой сверхпроводник через прослойку изолятора диэлектрика или через вакуумное состояние которые здесь есть которые могут здесь быть пустое просто место что при этом получается значит получается следующее возможен без приложения напряжения без магнитного поля только за счет того что фазы сверхпроводящих электронов в разных берегах этого перехода разные у меня возникает сверхпроводящий ток это так называемый стационарный эффект джозефсона а если я превышу присоединю это этот переход к внешнему источнику тока и превышу ток выше критического у меня это это устройство начнет излучать причем излучать с частотой которая пропорционально разности разности потенциалов слева и справа еще один интересный факт это отражение андреева посмотрите вот если нормальный металл налетает на грани из нормального металла обычный электрон летает на границу со сверхпроводником там этих состояний нет он туда проникнуть не может поэтому он просто отражается вот таким обычным нормальным образом это эффект первого порядка но если я сейчас представлю себя картину так что в сверхпроводник попадает пара электронов один электрон со спином вверх вот он а другой электрон со спином вниз тогда у меня тут должна возникнуть дырка который летит в обратном направлении но в том же сап по той же самой линии и со спином направленным вниз вот это отражение андреева и она тоже экспериментально достигнута и на этом эффекте тоже возможны практические применения так но теперь о прикладных аспектах сверхпроводимости здесь я благодарен игорю мазину который предоставил мне вот эту вот картинку из доклада комиссии физиков министерству энергетики сша они предсказывали значит вот где-то в районе шестого седьмого года что 2020 году вот приложение сверхпроводимости будет вот в этих областях электроника энергетика транспорт какая-то индустриальная активность и медицина примерно так давайте посмотрим как это реализовалась вот у меня значит обычный медный провод сгруппированные значит три группами 3 по 3 то есть всего здесь получается у меня 27 проводов магнитных и вот проводимость вот этой вот комбинации сложные сложного силового кабеля меньше чем кабеля созданного из сверхпроводника второго рода на основе ипку более того значит в 2008 году уже появились первые сверхпроводящие коммерческие линии электропередач сложности какие значит их должны помещать либо в жидкий азот либо если температура будет выше 110 градусов кельвина то сейчас уже сжиженный газ метан прокачивается по трубопроводам вот их можно было бы тогда эти провода сверхпроводящие помещать внутри вот этих трубопроводов сжиженного газа так смотрим дальше значит линейку я принес но покажу после доклада вот что-то похоже на прибытие поезда и фильма луи люмьера длительность очень небольшая это значит движение вот этот поезд который движется на основе магнитной левитации внутри этого поезда сверхпроводник движется он по магнитным таким рельсам паря над ними вот эта магнитная левитация уже в промышленном таком крупном масштабе действительно что мы здесь имеем значит японцы 2015 году достигли скорости 603 километра в час это так называемые поезда могли в магнитная левитация чуть позже значит в конце вот прошлого десятилетия такие же поезда сделали и китайцы вот поезд на магнитной подвеске в шанхае какие еще приложение есть значит сверхпроводящий ограничить ограничитель тока которые противодействуют таким мощным промышленным коротким замыканием тоже на сверхпроводнике микрочипы которые используют свойства сжизационных переходов ну наконец магнитно-резонансная томография как многие к через которую проходили то есть и понимает что это очень полезная и нужная вещь как для медицины так и для здоровья человека если посмотреть на эту магнитную магнитно-резонансную томографию то есть то с помощью сверхпроводниковых магнитов создает магнитные поля координент магнитных полей которые позволяют как срезы делать с биологических тканей то есть можно снимать снимки мозга снимки костных тканей ну и так далее ну для интереса представлю снимок мозга одной известной персоны которую мне удалось найти в интернете тоже наверно томограмма джей симпсон так ну и наконец прикладная сверхпроводимость большой адронный коллайдер для него российские ученые делали сверхпроводящие магниты причем это сверхпроводящие магниты низкотемпературные и вот это вся все это кольцо которое разгоняет элементарные частицы магнитным полем и заставляет их сталкиваться работает на жидком гелии 27 километров 36 метра внутренняя область этого большого адронного коллайдера ну и один из включительно слайдов это на эффекте джозефсона сделаны сверхпроводящие квантовые интерферометры и они уникальны тем что они имеют сверхчувствительность действительно они могут мерить магнитные поля вплоть до 10 минус 11 гаусса а на подержение до 10 минус 15 вольт более того да вот этих с видах сделаны стандарты вольта которые сейчас хранятся в палате мер и весов так вот если говорить о сверхпроводимости вы есть перечислил вот только те которые вот так быстро удалось набрать это все вот эти которые были отмечены в докладе американских физиков министерства энергетики плюс наука собственно этом доклад у меня закончен если есть какие-то вопросы я отвечу я благодарен игорю мазину всем тем кто дал доклады материал для доклада спасибо за внимание